Друзья, добрый день! С вами Мария Карпинская. Сегодня я с телефона сделаю передачку, небольшую, минут на 10. И тема её такая «Инициация или вторая смерть?» Это то, что я всегда говорю, то, что произошло со мной, да, поэтому я решила с вами поделиться. Ну, кто смотрит мои шоты, тот знает, что там есть история от начала до конца. Это как кошка по кличке Пират, я её назвала, а на самом деле её звали Муся, она одичала. Она съела одного птенца Сойки, и мама Сойка побежала спасать второго, а один остался на дорожке, и я его взяла к себе. И дальше он рос, и очень много видео о нём вы можете посмотреть в шотах. Вот, потрясающий, невероятный птенец, который очень озорной, всё время прятался. Я его искала, постоянно уйду, оставлю, он обязательно найдёт место, в котором раньше не прятался. Он пробовал кофе, он пробовал все продукты, он прятал между ногами, лапками голубя, такой статуи у меня стоит на веранде. Прятал туда ягодки, он воровал всё, что можно воровать. И так тихо, незаметно. То есть он был очень озорной, и этим мне очень сильно запомнился. И в этот момент, почему я его назвала Кришна? Потому что в этот момент я смотрела Махабхарату, а потом стала смотреть фильм «Маленький Кришна». И вот он тоже такой же озорной, и он там говорит. Его спрашивают, зачем ты воруешь масло, ведь его так много у твоей мамы. Зачем ты там врёшь? Он говорит, а только этим я людям и запомнюсь. И меня это потрясло, только этим я запомнюсь людям. Так вот, я сейчас подойду к инициации или второй смерти, инициации в душу. Вы же понимаете, что любое повышение, там вот я получила звание академика, это инициация, но это всё ума. Но вы же понимаете, что такое ум? Ум – это такой дракон, он может быть хорошим, может быть, как у Кришны, павлином. Это ум может быть очень большим, двенадцатиголовым драконом. Он нужен человеку, он защищает его душу, но может стать и агрессивным, понимаете? И я вырастила большой очень ум, который может и язык острый, и защищать себя могу. Я могу всё, что могу. И вдруг появился этот вот Кришна, мальчик, хулиган, на котором я всё время, что ты делаешь, Кришна, что ты делаешь? Вот, я уже говорила, прятался, воровал всё, что можно, пробовал всё, всё подряд. Трогал за ложку, за чашку, за ручку. Ну, в общем, это явно был, я подозревала, что это непростой птенец. А потом раз, и я вдруг нахожу его мёртвым. Естественно, мы его похоронили под жасмином. Это всё есть, это целая история, представляете, моя жизнь с птенцом, необычная такая. Мы его похоронили под жасмином, в коробочке с солью, сверху забетонировали и положили грибы, шишку. Ну, то есть то, что лесное, то, что он любит. И такой знаком на палочке. Вот, и прошло какое-то время, не сразу всё. Вы понимаете, получаешь инициацию не сразу. То есть есть инициация ума, когда, допустим, школу окончил, вот тебе одна инициация. Институт закончил, другая. Там что-то в жизни произошло, третья. Какие-то потрясения, это тоже инициации, но это всё ума. А вот с душой тут это очень сложно. И вы знаете, вот самое смешное, когда он ушёл из жизни, я говорю про сойку, птенца сойки Кришну, только потом я вдруг поняла, для чего он везде по всем комнатам и сам на второй этаж лазил, и оставлял свои то пёрышко, какие-то следы, понимаете. Здесь он спрятался, я никогда этого не забуду. И я вдруг поняла, я поняла, что сейчас весь этот дом, он освящённый, это стало священным местом. И вот от меня посетил этот Святой Дух. Вы знаете, одним своим пёрышком маленьким этот Кришна смахнул весь мой большой ум. Можно сказать, я сошла с ума. Я действительно сошла с ума. И сейчас, когда я живу, меня переполняют такие чувства невероятные на даче. Я прямо к ней привязана. Я даже не хочу приезжать уже в Подольск, потому что я так привязана к даче, потому что на каждом шагу, куда бы я ни ступила, я чувствую следы Кришны. Я чувствую его, вот этот дух его оставленный, понимаете, озорной дух. Тут спрятался, тут своровал, тут положил что-то. Здесь пёрышко оставил, здесь вот ещё что-то, здесь он сидел и упал, ну и так далее. То есть просто невероятное, что-то невероятное. Это, и я вдруг поняла, что вот это и есть истинная инициация, когда ты инициируешься Духом и получаешь вторую жизнь. И благодаря, благодаря Ему я получила эту вторую жизнь. Я получила то, чего даже не ожидала. То есть, понимаете, я сейчас скажу, у нас есть люди, которые приходят к нам как наша смерть. Ну, например, вот здесь, когда была такая Гусева, потом она стала Лейфер, это была моя смерть. Как вообще человека можно любого убить? Как его можно привести к смерти? Знаете, как? А вот за него всё делать. Вот давайте я за вас это сделаю, давай за это за тебя сделаю, это за тебя. И ты как бы лишаешься рук и ног, и ты лишаешься самостоятельности. А дальше ты уже хромаешь, например. А дальше тебя надо уже брать под руки белые и водить за ручки. И так я сломала в прошлом году руку. Я уже забыла, в каком году, но неважно. И я уже чувствовала себя старухой такой, возраст огромный, боже мой. Как же я живу, какая я старая уже. Всё, мне уже пора, извиняюсь, на тот свет. Вот. И возраст уже, и всё на свете. И я стала ощущать этот возраст, и я стала ощущать, как у меня всё болеет. Но когда я уезжала в Индию, только я садилась на самолёт, как будто всё сметало. И я думала, да что ж такое, да что ж такое. Вдруг я поняла. Ещё раз послушайте меня внимательно, попробуйте понять. Часто могут быть наши близкие, друзья, знакомые, которые очень близко к нам стоят и пытаются за нас делать какую-то работу, стать нашей смертью. И они как бы забирают нашу жизнь. Постепенно её вытаскивают из нас. Они за нас что-то делают, и всё. И ты не проживёшь долго. И тут моя смерть от меня сбежала сама. Я потом ещё расскажу много всякого интересного, но это потом. А я стала жить на даче, и появился птенец Кришна, и также ушёл из жизни. Но вы знаете, его жизнь продолжается. Именно там, помеченная духом. Я вдруг почувствовала, что такой дух, который тебя коснулся пёрышком, маленьким пёрышком, и всё в твоей жизни поменялось. И снова нет возраста. И снова молодость. И снова сила. И снова желание творить. Последнее время я тогда уже думала только о смерти. Думала, что вот надо готовиться к смерти. А тут раз это всё исчезло. Нет этого всего, понимаете? Смерть с косой убежала вместе. А я возвратилась в своё детство, в свою юность. Я не знаю, как это всё произошло. Это чудо. И вот это чудо, его невозможно передать. Я вот только сейчас поняла. Да, инициация настоящая в душу – это просыпание души. И ты сходишь с ума. И всё, чего ты достиг умом своим, все твои достижения, медали там, какие-то твои эти самые, они все слетают, как будто их никогда не было. А что остаётся? Остаётся голая душа. Остаётся там любовь невероятная, немыслимая любовь, которая открывает в тебе вторую жизнь. Вот поэтому я считаю, что пришёл сам настоящий Бог Кришна, Дух Кришны пришёл через вот эту маленькую соечку и смахнул всё то, что уже меня отяжеляло, что вот эти вериги все с меня слетели, и я снова ушла в свою юность. И я снова юна, здорова, прекрасна, чувствую себя замечательно. Всё поменялось в жизни. Вот оно счастье, вот она инициация. О ней только молить можно. А ведь, вы знаете, я перед этим уже просто и спросилась Бога, Господи, ну появись ты хоть как-нибудь. А сейчас, знаете, жалею, думаю, надо же как. Вот почему я сразу не догадалась, что это был Он? Почему не догадалась? Я о Кришне до этого ничего не знала. И когда я узнала, какой Он был в детстве, ну вот сейчас смотрю фильм «Маленький Кришна», это фантастика. Вот вы знаете, тут многие люди называют себя богами ещё чем-то. Но для этого нужно иметь с детства определённые способности. Вот Кришна действительно был богом воплощённым. Потому что, помимо того, что многие запомнят люди, говорят, запомнят его, как я воровал, и как фокусы его всякие, как он врал. Потому что люди запоминают только это, они живут грехами. А то, что он сотворял какие чудеса, это вот описано, это всё. Но люди это как-то мимо ушей пропускают, потому что они кидаются туда, где ой, украл, ой, там что-то наврал. Их это интересует, понимаете? Вот какая штука-то. И вот я допросилась, и он пришёл. И я сожалею, что я сразу не поняла, что это он пришёл. Я не поняла этого. И мне жаль, я бы к нему казалась, что я к нему бы относилась по-другому. Но сейчас я вот думаю, а зачем по-другому? Видимо, он же так хотел. Ведь маленький Кришна закрывал своей матери память и всё, чтобы она не думала и не знала, что он бог воплощённый. Что он действительно вся вселенная. Чтобы получить её и шлепки, и крики. И её, это и есть любовь. Когда вы безразличны, вам пофигу. А когда вы не безразличны, вы не говорите там, миленький там, то всё это, тю-тю-тю-му, тю-тю. Это не любовь. Любовь это когда ты не безразличен. И все проявления твои разные бывают. И вот мать на Кришну ты кричала и била его немножко. Вот это и есть истинная любовь. Вот так что, дорогие друзья, я не появлялась очень давно в эфире. Я не разговаривала с вами. Потому что я проходила определённые пути дороги вот этой инициации. Я шла к этой инициации и её получила. Я получила эту вторую жизнь. Я прошла эту смерть, которая ко мне приходила. Вот она не с косой приходит. Она приходит вежливая такая вся. Вы знаете, кто смотрел последнее искушение Христа, там Христу, когда он уже на кресте висит, ему в виде показывается его другая жизнь. Он женится на Магдалине. И значит, вот у него дети. И вдруг приходит такая маленькая девочка красивая, говорит, я твой ангел-хранитель. Всё за него делает. И ему помогает. Он состаривается, становится таким ужасным. И вдруг он понимает, что это дьявол. И он раз на кресте, оказывается, и говорит, свершилось. Удивительный тоже фильм «Последнее искушение Христа» по книге Казансакиса. Очень приближенный к тому, что в душе борьба идёт. Сердце наше – это поле битвы. Зла и добра. Так вот, мы проходим эту боль и радость. Одно не бывает без другого. Но когда ушёл Кришна, сначала это была такая боль, конечно, очень сильная. Потом изумление. И когда я поняла, кто это был, смешались все чувства вместе. Открылось всё. И сомнения, и радость, и боль, и изумление. Но не передать всё это. Это фантастика. Вот. И возрождение. Понимаете? И вот это вот. Это смерть без смерти. Вот. Вот это без смерти. Без смерти. Без смерти. Смерть. Я прожила эту смерть. И я получила вот эту вторую, ещё один вариант жизни, для того, чтобы в этой жизни что-то сделать. Потому что, знаете, вот там даже, я подумала, даже сто лет – это так мало. Мало, если что-то делать, по-настоящему, с широким размахом, то это мало. Я вот сейчас скажу кратенько, а потом расскажу. Многие говорят, там уже вдруг звонят. Мария, вы же оставили все свои проекты? Ну, сейчас же прямо. Не дождётесь, называется. Все мои 110 и ещё 111 проекты, о которых я говорила, живые все, они все живые. И они будут осуществляться. Но у меня сейчас промежуточная фаза была вот эта, когда я инициировалась, да? Когда сам Бог Кришна пришёл, инициировал, и я получила новую жизнь. Новое рождение, я бы сказала, прямо при жизни. И у меня ещё такие планы в громадьё огромные, которые я хочу осуществить для людей, для всего человечества. Ну, я же пришла не для того, чтобы жить для себя. Мне это неинтересно. Но сейчас вот то, что происходит на даче у меня, я впервые вот испытываю любовь к тому, что я посадила, ко всем растениям. Я наблюдаю, как они растут. Я вообще просто пытаюсь им дать вот саженцы какие-то, жизнь просто. Не надо, как я говорю, не надо мне плоды так много. Просто живите. И они такую большую массу дают, они так вырастают. Это такая красота немыслимая. Вообще всё красиво. Вообще всё здорово. Вот, дорогие друзья, я быстро вам всё рассказала, что со мной происходит, чтобы вы знали. Вот так можно выпросить у Бога вот эту инициацию в душу. Ну, я же говорю, получить инициацию разума, ума, это очень просто. Это не проблема чего. Но тоже надо достигать. Достигаешь, достигаешь по лестнице, идёшь. Вот я же говорю, дошла до академика. Это вот уже такая вершина, а куда дальше ещё? Всё уже. Разум вырос. Сколько там у этого разума уже голов, ума? Много. Вот, поэтому изображают разных там демонов, которые так и не открыли душу свою. У них там по 40 голов. Но это вы понимаете, не-не, у меня тоже много голов. Это вот много достижений разных. Они же там и медитируют, и Бога просят, то есть во 5-10. Но это всего лишь, это всего лишь ум. А вот в душу инициацию может дать только Бог. Вот, и кто такой Кришна, я же говорю, я когда узнала, я просто ошалела. Вот, а когда я почувствовала после смерти дух Кришны, который принёс мне через сойку, вот это пометил везде, чтобы это и меня тоже пометил. И дом весь пометил, нет живого места, где он, ну не в смысле покакал, а пометил там, спрятался там, украл. Ну, как бы сделал такие заметные действия, которые никогда в жизни я не смогу забыть. Вот что такое истинная инициация, настоящая, которую я прошла, которую я получила от Духа Бога. Понимаете? Вот, и у него будет миллион имён. Можно назвать Иисус Христос, можно Кришна. Ну, я-то Кришна, потому что я смотрела Кришну. И понимаете, все вот эти об истории я ещё расскажу. Когда я вот читала греческие истории, египетские, сейчас я понимаю, что они всё спёрли у индусов. Разделили от одеяла, стырили всё и растащили свои имена, дали Бог никогда не повторяется. Но это темы отдельные, это серьёзные темы. Вот на этом я хочу закончить свою встречу с вами. Я надеюсь, что она вас воодушевит, потому что у нас есть надежда на то, чтобы очиститься от всех наслоений ума, какие бы прекрасные они ни были. Но он никуда не делся. Весь мой прекрасный разум, все мои достижения, открытия, они во мне. Просто они опустились в мою душу. Всё, дорогие друзья, до свидания. Всего вам доброго.